Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну очень интересную партию 11-го чемпиона мира Роберта Джеймса Фишера. На самом деле эта партия достаточно редкая, она не часто приводится в книгах, посвященных творчеству Фишера. Дело в том, что соперником Фишера в этой партии был шахматист не очень известный, но получилась эта партия достаточно интересной и занимательной. Дело было в Афинах в 1968 году и знаменитый уже в то время на весь мир американец давал сеанс одновременной игры лучшим греческим шахматистам. Соперником Фишера был Анастасиус Анастасопулус, шахматист не очень известный широкому кругу любителей шахмат, но пока опавшись в интернете я обнаружил, что это трехкратный чемпион Греции, а вот в 60-х годах он трижды завоевывал первенство этой страны в личном зачете среди мужчин. Ну и такой крепкий греческий орешек попался Фишеру, и как мы будем видеть по ходу этой партии, не так-то просто было знаменитому американцу. Фишер начал партию ходом Е4, далее Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5 и на А6 побил на С6. Разменный вариант, в то время он часто так играл белыми, и рокировка. Ф6 играют черные Д4, взяли конь бьет Д4 и здесь С5. Конь Б3 и размен ферзей. Довольно часто в разменном варианте партия переходит в окончание прямо с дебюта, ну и здесь главным теоретическим продолжением является ход слон Ж4, для того чтобы вызвать продолжение Ф3, ну а дальше слон становится на Е6. Ну а греческий шахматист сыграл слон Д7. Далее А4, рокировка в длинную сторону, слон Е3, теперь пешка на С5 под ударом, следует ход Б6, конь С3 и слон Д6. В этой ситуации белые сыграли А5, и сейчас уже перед черными стоят серьезные проблемы. Дело в том, что ходить король Б7 здесь абсолютно нельзя, потому что после взятия на Б6 позиция черных на ферзьевой фланге просто разваливается. Ну бить пешкой нельзя, потому что слон на Д6 подвисает, тут мы видим как раз изъян построения черных, слон должен стоять на Е6, ладья должна защищать чернопольного слона. Но если забрать на Б6 королем, то белые выигрывают практически как угодно. Ну вот особенно красив такой вариант. Слон бьет С5, конь Д5, король С6 и конь А5. Здесь если отойти королем на Б5, то следует очень красивый мат пешкой. Да, это действительно мат. Ну а если пойти король Д6, то хотя бы конь Б7 и сохранить ладью не удается. Поле на Е7 контролируется конем белых, но здесь белые побеждают. Поэтому здесь единственный ход С4, который может продолжить борьбу в этой партии, АБ. И Фишер жертвует коня. Конечно в этой ситуации можно было сыграть конь Д4, но после хода Б5 у черных нет абсолютно никаких проблем. А пешка на А5 в дальнейшем может стать просто слабостью. Но здесь Фишер набрался смелости и сыграл АБ. То есть он жертвует здесь коня. И здесь следует СБ3. Вот довольно редко возникает в шахматах такая ситуация, когда нужно указывать горизонталь, куда пошла пешка. Потому что СБ побить черные могут и здесь. То есть тут СБ6, а здесь СБ3. Если побить СБ6, то тогда ладья бьет Д6. И СБ здесь уже ладья бьет Б6. БС, ладья Б бьет А6. Ну и здесь у белых все в порядке, потому что они просто имеют сейчас лишнюю пешку, атакуют короля черных. Здесь конечно у черных проблемы. Но СБ3 здесь сыграл греческий шахматист. Он выбирает верный путь. Далее ладья бьет А6. И вот в этой ситуации следует ход конь Е7. То же самое точное решение. Если пойти БС вот в этой ситуации, то тогда ладья бьет Д6. Очень красивый вариант. Таким образом мы уходим из-под боя пешки. Ну а на взятие следует ход ладья А8. На король Б7 забираем ладью на Д8. Позиция здесь белых выиграна, потому что пешка на С2 не опасна. Поле контролируется слоном поле на С1. Ну а здесь по восьмой линии мертвая связка. Поэтому конь Е7. Продолжаем развитие. И в этой ситуации белый играет ладья А8. Вот сейчас уже нужно сказать, что позиция черных лучше. Да, вот такая вот смелая жертва коня оказалась не вполне корректной. Но БС здесь можно было конечно побить. Слон бьет С7. СБ. Король Б7. Ладья А7. Вот этот вариант показывает нам, что белые особо ничего не достигают. Слон С6. Ну и вот здесь поле контролируется слоном. У черных все в порядке. Здесь у них лишняя фигура. Постепенно они могут доказать, что их лишний слон сильнее трех пешек белых. Но Фишер играет ладья А8. Дает шаг. Король Б7. Ладья А7. И король Б8. Но вот видите, черные здесь уже не согласны на повторение ходов. Теперь уже шага на А8 нет. И белые играют Конь Д5. Объективно это не самый сильный ход. Лучше было сыграть СБ. Далее Конь С8. Такая вилочка. Забрали это шаг. Лучше всего вот здесь забрать слоном. Фактически это единственный ход. Ладья А1. Слон С6. Ну и та же история. Мы видим, что есть у белых три пешки за слона. Но все-таки эти пешки довольно слабые. Особенно сдвоенные по вертикали Б. У черных здесь серьезный перевес. Но Фишер сыграл Конь Д5. Он продолжает нагнетать напряжение в надежде на ошибку соперника. Но греческий чемпион не ошибается. Он бьет этого коня. Конечно, можно было побить СБ. Вот так. В этой позиции. Ну и это был кратчайший путь к победе. Посмотрите. Ладья ДА1. Конь С8. Все тот же защитный маневр. И мата не находится. Шаг. Ну и дальше на А7 шаг нельзя поставить. Конь на С8 стоит правильно. Забрали пешку. Слон Е6. Конь С3. Слон бьет Б3. Ну и здесь у белых. Фактически пешка за фигуру. Мата нет. Позиция проиграна. Так можно было черными выиграть. Но здесь Анастасопулус побил коня на Д5. ЕД. И вот в этой позиции греческий шахматист начинает ошибаться. Очень сложное положение. Да, лишний слон у черных. Но глаза разбегаются и слон С8 сыграли. Здесь черная идея в том, чтобы перевести слона на Б7. Защитить поле на А8. Можно было конечно побить БЦ. Ну и дальше ладья ДА1. Сейчас угрожает мат в два хода. То есть ладья А8, ладья А1, А7. И единственный ход С5 здесь спасает черных и дает даже шансы на победу. В этой позиции как бы белые не старались, не получается поставить мат. Но вот если дать шаг, то король убежал. Еще один шаг, король С8. И на очередной шаг можно закрыться слоном на Б8. Ну а понятно, вот в этой ситуации шаг ладьей А1 ничего не дает, потому что берем пешку на Б6. Заметим, что как раз вот ход С5 связан с тем, чтобы перекрыть диагональ. И эта пешка оказалась под ударом короля. Ну а если сыграть Б4, тут наивная надежда на взятие тогда мат в два хода. Ну слон С8. Далее ладья А8. Снова шаг. Еще один шаг. Слон С5. Ну и здесь интересный вариант. Ладья С7, шаг, король Д5. Ладья бьет С2. И здесь нельзя отходить слону, потому что последует шаг с поля Д2. Белые даже выиграют, потому что будут иметь лишнее качество. Но можно просто пока не паниковать. Черными сыграть король Е6. Слон на С8 надежно защищен. Угроза мата на Д1 вынуждает сделать форточку. Слон Б7. И черное потихонечку раскручивается. Реализует лишнего слона. Ну вот в принципе БЦ. Вот здесь еще один шанс победить. Но слон С8 и БЦ со стороны белых. Вот сейчас уже позиция осложняется. На самом деле она уже качнулась в сторону равенства. То есть оценка этой позиции примерно равная. Забрали. И в этой ситуации белый играет С4. То есть Фишер здесь играет на победу. Он не хочет играть ладья Д3. В этом случае БЦ. Далее ладья Б3. Слон Б6. Ну вот так очень интересно. Если забрать на Б6 ладьей. То теряется как раз ладья на А7. Ну а бить слоном нельзя. Потому что будет просто ферзи. Это мат в один ход. Поэтому нужно бить вот здесь на Ж7. Потому что ладья на А7 уже под боем оказалась. Под боем короля черных. Ладья бьет Д5. Ладья бьет Б6 шаг. Король А8. Форточка. Ну и дальше вот такое вот отвлечение слона. Вернее завлечение на первую горизонталь забрали. Ладья бьет Ф6. Х5. И позиция здесь примерно равная. Потому что три пешки белых вполне уравновешивают лишнего слона черных. Но белые сыграли С4. Ну идея понятна. Чтобы вот эти пешки связанные пошли вперед. И смели все на своем пути. Ну и вот здесь ошибается снова греческий шахматист. Он играет слон Б7. Заканчивает как раз маневр слон С8. Хотя можно было сыграть слон Ф4. Очень интересная идея отвлечения. То есть мы забираем на Ф4. А черные забирают на А7. Тут особо ничего белым не дает слон С5. Потому что следует ладья А, Е8. И черные начинают раскручиваться. Поэтому лучше забрать на Ж7. И дальше вот такой вариант. Взяли-взяли. Ладья Д7. Размен. Ладья Д3. Король С7. Забрали. Король Д6. Да, здесь у белых целых четыре пешки за слона. На самом деле у белых материальное преимущество. Но фигуры черных очень активны. Активен король. Слон тоже неплох. Ладья скоро выйдет на оперативный простор. Здесь у черных достаточные контр-шансы. Но Анастасопулу сыграл слон Б7. И далее следует ход ладья Д3. Идея в том, чтобы забрать на Б3. Ладья Д7. Ладья бьет Б3. И уже три пешки за слона. Слон Д6. И далее ладья А5. Ну, просто придавить. Вот так вот по вертикали бы решил Фишер. Король С8. Уходим из-под связки. Ладья А, Б5. И вот здесь ошибаются черные. Уже в который раз слон Б8. Ну, так немножечко непоследовательно действует греческий шахматист. Можно было сыграть ладья Е8. А дело в том, что С5 сразу не сыграешь. Потому что слон Д5. Нападаем вот здесь на ладью. На ладья Д3 еще и слон С4. Поэтому С5 ход нужно подготовить. Ладья С3. Слон Е5. Ладья Д3. Опять же, примерное равенство. Хотя, конечно, белыми здесь играть проще, чем черными. Но слон Б8 сыграл здесь Анастасопулус. И далее следует форточка. Ж3. Но здесь ослабление белых полей не так опасно. Потому что слон на Б7 пока что ничего не может сказать в этой партии. Хотя в то же время здесь возможен был ход С5. И это было сильнее. Вот сразу так С5 сыграть. Дело в том, что сейчас уже мы видим, угрожает взятие на Б8. В случае взятия слоном. Если забрать ладьей, то после хода Ф4. Мы таким образом защищаемся от мата по первой линии. Черные беззащитны. Слоном опять же нельзя отойти. Потому что будет взятие на Б8 и на Х8. А если защитить этого слона, то как раз идея Фишера срабатывает. С6 и один из слонов теряется. Но если сыграть слон Е5 в этой ситуации. Это наиболее упорный вариант. То тогда Д6. Дальше. Взяли-взяли. Снова угроза мата. Х4. Ладья Д7. Ф3. Ну и вот здесь разноцвет при ладьях. И лишние пешки у белых. Конечно, такую позицию Фишер бы скорее всего выиграл. Потому что в технике, конечно, он был номером один уже, наверное, в то время. В 68-м году. Но здесь же 3. Сыграли белые. И черные ошибаются уже в который раз. Это фактически уже решающая ошибка. Ну вот да. Чтобы проиграть партию. Иногда достаточно одной ошибки. Серьезной. Ну а иногда их нужно сделать несколько. Ну вот здесь можно было сыграть слон Е5. Последняя надежда черных. Ладья Б6. Ладья Е8. Ладья 3. Б5. Ну здесь идея зайти ладью сюда. Ну или же пропустить вперед пешку. Здесь у белых, конечно, инициатива. Но черные могли бороться. Ну а после хода ладья Е8. Наконец следует С5. И здесь уже черные проигрывают. Как бы они ни старались. Спасти партию уже невозможно. На слон Е5 последует С6. Ну дальше если вот так вот забрать. Сюда. Ладья Е6. Ладья Б7. Ладья С6. Ладья Беже 7. Конечно, в этой ситуации у белых при одноцветных слонах. Две лишние пешки. Ну может быть даже будет Е3 скоро. Позиция выиграна. Но черные отошли слоном на А7. И заключительный удар. С6. Взяли, взяли. Ладья С7. И здесь следует красивая точка в этой партии. Ладья Б7. Идея этого хода в том, чтобы вытеснить слона с поля А7. На взятие на Е3 последует мат Ладья Б8. Ну а так в принципе слон на А7 под ударом слона белых. Поэтому черные фактически не имея здесь хороших альтернатив. Просто сдались. Ну да. На взятие последует шаг СБ. Ну а что дальше? Дальше если защитить этого слона, то слон Ф4. И приходится ставить ладью под связку. В общем и так и так проиграно. Поэтому после ладья Б7 здесь черные сдались. Вот такая довольно интересная, не бесошибочная, но в то же время очень динамичная партия Роберта Фишера. Он сумел здесь пожертвовать коня в Эншпиле. И закрутил вот такую карусель, которая довольно редко даже случалась в партиях Михаила Таля. Потому что Таля обычно жертвовал фигурой при ферзях. Ну а Фишер здесь попробовал пожертвовать без ферзей. И конечно прошел пару раз через проигранную позицию. Но в то же время сумел победить. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Не забывайте поддерживать канал и это видео своими лайками. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.